Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Вот видите, как я уже утеплилась. Что-то у нас так прохладненько стало. Жумулись от солнышка. Да, солнышко есть, но с утра минус один, а сейчас плюс четыре. И я пошла по делам, мне нужно кое-что купить. Попила кофе и поехала в магазин практикер. Мне нужно купить особую отвертку. Интересно, найду я её? Иду и походу вам буду показывать. Наша ёлочка в меданрудник. А я пошла на остановку, на девятку. Вот там она повыше находится, остановка. Впереди, передо мной. Да, пойду на остановку и поеду в галерею МОЛ. И там магазин практикер. Пришла на остановку. Так, вот мне ждать 14 минут. Ого, как долго. Ну, что поделаешь. Вот этот автобус я жду, только он пойдёт в другую сторону. А пока я жду автобус, мы с вами можем поболтать. В магазинах мне интересно предпраздничные распродажи. Они уже начались, но меня интересует не одежда, которая уже давно была на распродажах в магазине, а что-то из ёлочных украшений, таких вот подарочных, может быть. Зима в Бургасе, да, вот такая. Хвойные деревья, они, конечно, вечно зелёные. А так, листочков на деревьях уже, конечно, нет. И так, прохладненько довольно-таки. Минусовая температура у нас в Бургасе есть, но снега нет. Я вот надела уже шапочку, утеплилась. А болгары, они ходят без шапок круглогодично. У них для этого есть капюшон. Но на моей куртке капюшона нет. Поэтому я надела шапку. Так теплей. Может быть, потом ещё время будет, и к морю сегодня прогуляюсь. Хотя не факт, насколько задержусь в магазинах, неизвестно. У нас вот-вот Рождество начнётся 25-го уже. Все отдыхают, поздравляют друг друга с Рождеством. Наверное, в магазинах тоже много народу. Ну, посмотрим. Вот пока у нас с вами есть время, я недавно сняла небольшой ролик о вакцинации. Значит, смотрите, интересовались больше прививками от гриппа. Ну и попутно о вакцинации тоже. Поэтому я так немного эту тему затронула. Но смотрю, очень много, конечно же, нет и разных рекомендаций. Да, я с вами, друзья, вполне согласна. Все эти вакцинации и всё это прочее. Я вакцинацию делала себе спутником. Тогда, когда мне нужно было выехать в Израиль к дочке, а они выпускали без прививок, вот и пришлось мне делать, вакцинироваться. Вот так. Это что касается меня. Сейчас я вакцинацию не делала, а только узнавала по просьбе. Вот и больше, конечно, интересовали прививки, а вакцинация это уже попутно. Я имею в виду прививка от гриппа. И вот, как оказалось, прививку-то от гриппа здесь и не делают. У нас-то в России, пожалуйста, всем и бесплатно. А здесь нужно её купить в аптеке, если хочешь сделать. И тогда тебе уже её поставят. Вот так. Так что, мои дорогие, приятно, что вы оставляете комментарии, переживаете. Ну вот приехала я в магазин Практикер. Посмотрю, найду ли я то, что мне нужно. И небольшой обзор вам сделаю того, что есть в магазине. Смотрите, как красиво оформлено здесь всё новогоднее. Да, сейчас в магазинах, конечно, красота. Ну, немножко так вам покажу, что здесь есть. Открыточки вот новогодние. Сумочки, цветы. Разные ёлочки. Ох, и даже красная ёлка. А вот синяя, на любителя, наверное. А вот заснеженная. Ой, красивые ёлочки с гирляндами. Новогодняя посуда. Чашечки. Вот так-то подарок даже вот можно. Кто любит вот тарелочки разные. Вот, смотрите, уже скидки есть. Была чашка 6.99, сейчас уже 4.19. 40% скидка. Видите, уже скидочки есть. Так что можно ещё успеть сделать подарки к Рождеству и Новому Году. Смотрите, даже коврик около двери можно подарить новогодний. А вот смотрите, какие симпатичные на стол салфеточки. Вот такая снеговичок. Они тоже уже вот со скидками. И вообще много всего. Это наклейки на окна. Разные. Звёздочки. Дедоморозики. Всё со скидками. Сейчас ещё вам покажу. Ой, да тут вообще много всего. Вон какие гирлянды. Сверкают шарики. Носочки. Подарочные, новогодние. Ушки. На голову. Ой, как всё это создаёт такое праздничное настроение. А вот какие снеговички. Коробочки такие. Вот коробочки какие интересные. Может, там подставочка для карандашей. Для чего? Такие коробочки. Ой. Забавные свечи. Ёлочки. Смотрите, какие интересные композиции. В баночке. Такая вот. Интересненько смотрится. Коробочки разные. Шарики. Ой, красоты. Какой только нет. А уж оленей. Оленей-то этих разных. Сколько. Всё белоснежное. И ёлочки. И ёлочки. И снеговички. Какие забавные. О, прелесть какая. Тоже со скидкой стоили. 30 лево почти. А сейчас 18. Да, большие скидки. Ой, мишки. Такой вот. Ой, какая же красота. А шары там. Так. А здесь вот олени разные. Ёлочки. Ну, просто глаза разбегаются. Какая же красота. А здесь гирлянды. В общем, кто ждал скидок, пожалуйста, приходите. Сейчас как раз самое время покупать. Ещё можно успеть. Купить новогодние украшения и подарки. Из практикера я уже перелетела, перебежала пешочком на Александровскую. Ну, и вот у нас сегодня 21 декабря. Смотрите. 16.07. И показывает 11 градусов. А днём-то... Это днём 11. А утром-то было минус 1 в 7 утра. Зима на Александровской такая. Деревья без листьев. Народу мало. Рабочий день. А мы вот прогуливаемся. Что же нам ещё делать? Да, кстати, то, что я искала в практикере, я не нашла. Нужна была мне какая-то особая отвертка. Её я не нашла, но купила другую. Посмотрим, что у меня получится. Вот. Так что сейчас я пришла сюда тоже по делу. А не просто так погулять. Ну, заодно и погулять. Мне нужно купить мёд. Здесь есть в одном магазинчике хороший мёд. Мне он нравится, я там покупаю. Поэтому пошла туда. Ну вот, мёд купила. Успели, прибежали. Магазин работает. Вот в этом магазине я покупаю мёд. Красиво как оформлен. Здесь хороший мёд. Можете приходить. Кого эта тема интересует, кто любит. Я не ем сахар. Только мёд. Поэтому для меня это актуально. Кому актуально? Пожалуйста, приходите. Находится магазин. Вот. Прямо от Алёши. Прямо идёте недалеко. Кстати, да. На этой улице ещё нотариус есть. Вот смотрите. Вот я сюда хожу. Заверять документы у нотариуса. Ну вот. На сегодня, кажется, всё. Рассказала вам. Под вечер как-то вообще, мне кажется, стало ещё теплей. Погуляем по вечерней Александровской. И потом поеду. Да, понравилось это видео. Поставьте пальчик вверх. А новички подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Смотрите, как красиво украшен детский сад. И вот у них там во дворе, видите, какие красивые огни. Я как-то вам показывала этот детский сад. И у меня было видео на канале. Но сейчас вот показываю вам такой предрождественский, предновогодний украшенный детский сад. Ну красиво же, правда? Очень. Спасибо. Спасибо.